Продолжаем выпуск. И сейчас к самым последним сообщениям из Соликамска. Тела восьмерых погибших обнаружены в стволе рудника. Об этом сообщает пресс-служба правительства Пермского края. Всего под землей были заблокированы 9 человек. Пожар отрезал их от выхода на поверхность. На прямой связи со студией по телефону корреспондент Владимир Черноусов. Владимир, приветствую. Что известно к этой минуте? Здравствуйте еще раз. Роман, действительно, буквально 4 минуты назад пришла новость об обнаружении тела восьми строителей в стволе будущей шахты рудника. Я напомню, что более час назад горняки обнаружили тела двух человек. И теперь вот к этому списку печальному добавились еще шесть. Судьба одного человека, таким образом, пока остается неизвестной. Эту информацию подтверждает и наш источник, который сейчас работает в штабе по ликвидации ЧП. Ну и также добавлю, что ранее специалисты, знакомые с планом этого створа шахты, говорили о том, что в нем существуют некие полости, куда, как надеялись спасатели, могли, где, как надеялись спасатели, могли укрыться строители, заблокированные огнем. Возможно, но, конечно, это лишь гадание человека, который сейчас числится пропавшим, найдут в одной из этих полостей. Одно можно сказать точно, что пожар уже полностью потушен, то есть горение ликвидировано. Об этом свидетельствует и прекращение появления дыма на поверхности. Все последние часы мы наблюдали здесь вокруг рудоуправления, как из вентиляционных шахт вырывались клубы дыма. Теперь этого не наблюдается совершенно. Ну и также, как сообщает наш источник, огнеборцы и спасатели, горнопроходчики сейчас разделились на звенья и сменяют друг друга. То есть идет интенсивная работа, и уже, наверное, не стоит говорить о седьмой попытке пробиться, а уже о планомерной работе. И в ближайшее время, наверное, последует какое-то официальное заявление от представителей штаба. Все журналисты сейчас в ожидании. Здесь мы находимся у проходных рудоуправления. Роман. Владимир, спасибо. На прямой связи был корреспондент, наш корреспондент Владимир Черноусов. Но вот еще одно из срочных сообщений. Спасательная группа начала спуск в шахту в Салихамске. В Салихамске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона. Таким образом, ищут девятого рабочего. К этой теме еще обязательно вернемся. Редактор субтитров А.Семкин